Позиция фракции «Справедливая Россия» по всем трем внесенным законопроектам заключается в следующем. Мы в первом чтении поддерживаем все три законопроекта. К двум из них у нас есть серьезные замечания, и мы будем подавать поправки. Закон, который уменьшает количество необходимых подписей на выборах любого уровня, мы поддержим, и к нему поправок у нас практически нет. Итак, закон о облегчении регистрации политических партий мы поддерживаем. В отличие от коммунистов и ЛДПР мы не боимся конкуренции, мы за реальную многопартийность. Но мы предлагаем установить в этом законе очень простое правило, и мы такую поправку подавать будем. Коротко расскажу, какое правило мы хотим установить. Исходя из того, что процесс регистрации партии должен быть легким, и не надо здесь создавать любых бюрократических препон, то 500 человек для регистрации партии мы считаем цифрой вполне приемлемой. Но дальше я исхожу из одной простой логики. Быть или не быть партией решают только избиратели. Партия обязана принимать участие в выборах любого уровня, и поэтому правка наша будет следующая. После регистрации партии, при проведении ближайших муниципальных выборов в любых субъектах Российской Федерации, партия обязана принимать в них участие. Если партия проводит своих депутатов в муниципальные советы, здесь нужно говорить, что муниципальные советы тоже должны быть определенного уровня, чтобы это не были какие-то малочисто населенные пункты, тогда эта партия в том субъекте Российской Федерации, где она провела в серьезный муниципальный совет своих депутатов, получает право без сбора подписей участвовать в выборах в региональный парламент. Если, допустим, в 10 минимум субъектах Российской Федерации новая партия провела своих депутатов в законодательные органы власти субъекты Российской Федерации, эта партия получает право без сбора подписей участвовать в выборах депутатов Государственной Думы. То есть фильтр в лице выборов различного уровня. Вот тогда мы сразу видим, где и способна эта партия, либо это никчёмная партия, когда группа товарищей собралась, чтобы так побузить или эпатировать публику. И, как я уже сказал, не боясь политической конкуренции, мы считаем, что вот такой алгоритм нужно запускать, им здесь поддерживаем. Ну и упомяну законопроект о возвращении выборности губернаторов. Там мы будем вносить поправку, которая исключает так называемый президентский фильтр. Речь идёт о том, что партии должны якобы согласовывать предварительно свою кандидатуру с президентом. Я считаю, что это норма излишне, и мы будем её исключать. Ну и, воспользуясь вашим вопросом, президент внёс четвёртый законопроект. Не знаю, будем ли мы его рассматривать 28 февраля. Законопроект о новом порядке избрания депутатов Государственной Думы. У нас большой скепсис. Во-первых, я подготовил альтернативный законопроект, где я предлагаю ввести многомандатные и мажоритарные округа, пятимандатные округа. И закон, который внёс президент Медведев, настораживает вот чем. Когда мы добивались сокращения региональных групп в действующем законе, вот на этих выборах прошедших было 70 региональных групп. Что мы получили? Мы получили, что от 90% территории России наша партия имеет депутата, привязанного к территории. 10% регионов у нас остались непредставленными депутатами. Если мы дробим территорию на мелкие вот такие 225 округов, то мы получим ситуацию. Я приведу пример по Москве. Вот Москву разбили на три региональные группы. У нас избраны три депутата. И у нас вся территория Москвы имеет своего депутата в абракции с праведой России. И любой избиратель, любой житель Москвы может прямо обратиться к своему депутату. В случае, когда будет вот такая ситуация, примерно 20 будет мелких округов на территории Москвы, но мы получим 3-4 округа. И у нас будут такие маленькие, вот этот, допустим, там префектура, здесь есть депутат от партии с праведой России, а 9 десятых территорий Москвы своего представителя не будут иметь. И здесь, с одной стороны, президент говорит о том, что больше привязывается депутат к региону, но его механизм получает наоборот. То у нас большая часть России будет непредставлена своим депутатом. С этой точки зрения мы критически относимся, и, как я уже сказал, я подготовил альтернативный законопроект, и сейчас в ближайшие дни буду его вносить.